Так, всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Для тех, кто будет смотреть это в записи, уже так начинаются все прямые эфиры. Я сразу же оглашаю тему. Мы сегодня с вами говорим об осознанном мышлении, о том, что это такое, зачем это нужно. Это очень важная тема. К сожалению, вчера я проводила эфир на эту же тему, и он не сохранился. Поэтому я надеюсь, что сегодня все будет хорошо. И решила повторить эту тему, потому что эфиры остаются в записи. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы именно с этой темой, да, наверное, в том числе с этой темой, вы прекрасно разобрались и понимали смысл вот этого высказывания осознанности. Потому что в последнее время нужно так достаточно долго, все говорят об осознанности, о том, как это важно. Но, знаете, это точно так же, как все говорят о том, как здорово пить чистую воду, и при этом продолжают употреблять абсолютно все напитки, мол, поговорили и хватит. Моя же задача, как человека, который занимается развитием внутренней силы людей других, безусловно, своей, как человеком, который изучает силы нашего разума и воздействие на других людей, точнее, не так, воздействие собственной силы разума на свою жизнь, и помогает в этом другим людям, мне эта тема крайне важна, потому что осознанность является ключом. Это такой себе ключ, который обязательно должен у нас быть для того, чтобы мы могли войти в свою осознанную жизнь. А осознанную жизнь в моем личном понимании означает, когда мы с вами очень четко начинаем понимать, какие наши действия приводят к каким-то результатам, как я могу получить ту жизнь, которую я хочу, каким образом я могу достигать своих целей не через путь изнемождений, знаете, война, кровь, ты должен, ты достигатор. Уже многие сейчас говорят, и это уже очевидно, что очень сильно меняются сейчас вообще колебательные движения и нашего мозга, и нашей земли, и вот эти люди, которыми, вы же помните, что есть процесс эволюции, что если раньше, например, люди добывали себе пищу, там, убивая мамонтов, да, были какие-то распределения, то все, безусловно, меняется, и сейчас в том числе. И сейчас наступает такая новая эра, как мне кажется, очень правильная, когда человек, становясь счастливым с помощью того, что открывает себя, понимает себя, учится жить в такой гармонии, он становится богатым, счастливым и получает абсолютно все блага жизни, которые есть, не через боль, а через удовольствие, через познание, через спокойствие, через скайп. И этот путь, как по мне, гораздо более интересен. И для того, чтобы мы могли с вами получить ту жизнь, которую мы хотим, для того, чтобы мы не перестали сражаться, для того, чтобы женщины перестали быть вот этими «эх, сейчас закачу рукава, ты мне не нужен, ты там, значит, мужики мне мешают», и для того, чтобы убрать вот эту вот энергию разрушающую, причем разрушающую прежде всего нас изнутри, ведь в таком состоянии, достигая чего бы то ни было, мы платим. Вот мне очень не нравится сейчас история о том, что за все нужно платить, я так не считаю, по крайней мере, плохим чем-то, но получается так именно тогда, когда мы идем через усилия, потому что любую цель можно достичь разными путями. И когда мы выбираем путь войны внутренний, когда мы говорим «эх, да, я там, я все равно этого достигну, через боль коленки содру, значит, там содру, сдеру», в общем, совсем все, выиграю эту войну. Так вот, когда мы относимся к жизни как к войне, не стоит удивляться, что и жизнь отвечает нам войной, и что наше сражение является пожизненным. Поэтому сегодня мы поговорим с вами об осознанности, о понимании несколько другом этой жизни. И самый главный ключ осознанности хранится в том, для меня это стало таким открытием, вроде бы очень простая вещь, которую я вам сейчас скажу, она стала в том, что то, о чем мы думаем, и то, как лично мы воспринимаем жизнь, так мы ее и получаем. То есть у жизни нету очень четкого, ну вот в жизни нету, какого-то, знаете, книги, в которой бы написано было, как правильно, а как неправильно. Каждый человек сквозь свою личную призму, свой личный жизненный опыт, кармический опыт, под кармическим опытом я подразумеваю те жизни, которые мы проживали раньше. Ведь вы же прекрасно понимаете, например, что если вы в этой жизни, вот сейчас, прямо здесь, возьмете и совершите что-то ужасное, мы не будем об этом говорить, чтобы эту энергию не создавать, и потом решите, знаете, закончить жизнь самоубийством, застрелиться, то вряд ли вы в следующей жизни родитесь маленьким чудесным человечком, и все начнется сначала. Все-таки наша жизнь, как вы должны немножечко об этом подумать, это чуть-чуть что-то более сложное, чем компьютерная игра, где можно взять в компьютерной игре, там, я не знаю, убить одноклассников, и потом начать game over, и начать заново, да, типа, ой, ну все, чуть-чуть побесился, теперь буду нормально играть. Нет, жизнь, она имеет некий кармический опыт, безусловно. И то, что мы его получаем, это тоже факт. Так вот, момент того, когда мы с вами понимаем, главный момент, это то, что каждый из нас воспринимает нашу, свою жизнь, точнее, через некий свой жизненный опыт, который у него есть. И кто-то воспринимает жизнь, как легкий интересный путь. Обычных людей, а обычных людей в большинстве, сильно бесят такие люди. Помните, когда вы смотрите на кого-то и говорите, почему ему так все легко удается? Почему я так тяжело работаю, а он как-то не так? И у него все получается. Мы любим себя сравнивать с такими людьми. Мы все время наговариваем на таких людей, мы все время ищем, почему он родился в этой семье. Конечно, мол, как ему повезло. То есть, еще мы любим говорить, не, ну, у него будет час расплаты. Я так себе говорила всегда. У этого человека есть вторая сторона медали. Где-то ему сильно плохо, значит, вот, утешало себя таким образом. И мы, повторюсь, каждый воспринимает жизнь через свою призму. Так вот, представьте себе, что есть люди, у которых все легко. Или наступают периоды, когда становится легко. Когда вы перестаете сражаться, когда вы меняете призму взгляда на ситуацию и начинаете воспринимать жизнь по-другому, а как это происходит? Через мысли. Когда вы себя начинаете, мы сегодня будем говорить о программировании себя, когда вы начинаете программировать свою жизнь иначе, свой внутренний компьютер, который находится у вас здесь, удивительным образом вы вдруг замечаете, что и жизнь отвечает вам тем же. Это такое, знаете, открытие было для меня, как для человека, который всю жизнь был достигатором, как человек, который всю жизнь сражался, который каждое свое выступление начинает со слов того, как многого он достиг, и как это тяжело, и что ты тоже сможешь, но приготовься к упорному труду. Я всю жизнь учила людей делать так, до тех пор, пока я однажды не осознала, что так тяжело мне было только потому, что я так тяжело и воспринимала жизнь. И даже личные отношения мои сложились так, только потому, что я программировала себя на то, что у меня будет партнер, с которым я пройду весь путь от начала и до конца, и он никогда не будет думать, что я с ним нахожусь за деньги. И встретив богатого, успешного, прекрасного мужчину, я за полгода обнулила его активы, не тем, что я их потратила, а тем, что, мне кажется, и кризис это женщины создают. Создалась такая ситуация, а ситуации создаются как со знаком плюс, так и со знаком минус под наши мысли. Потому что в любой период времени кто-то богатеет, а кто-то беднеет. Вы должны это запомнить. Не бывает такого, чтобы всем стало плохо. Например, Амазон вырос в период кризиса, по-моему, в два раза выросли активы. То есть вы должны понимать, или, по-моему, Амазон, вот мы обсуждали, вы должны понимать, что в каждый период времени есть люди, которым становится хуже и лучше. Не бывает так, что всем стало плохо. И когда я начала сама себя распутывать и над самой собой работать, я обнаружила, что все, что я программировала в своей голове, я умудрялась в свою жизнь притянуть. И программы мои всегда были тяжелые. И тяжелые они были потому, что, во-первых, я не видела легких путей, меня с детства приучали, что ничего легко не бывает. Помните, без труда даже рыбку из труда не вытащишь-то особо. И вообще ты должен тяжело впахивать и работать. И вообще эта иллюзия мне очень нравилась. История о том, что тяжело. Знаете почему? Потому что я понимала, что если это тяжело, то все с этим не справятся. А я готова через тяжело пройти. И поэтому всегда все в жизни я получала. Я достигатор по жизни. Но получала очень сложно. Получала с такой большой ценой. И я этим очень сильно гордилась. И вот каково же было мое удивление, когда я начала изучать немного другие темы, практиковать, безусловно, и получать другие результаты, при этом больше не входя в это состояние тяжести. И на сегодняшний день, такое у меня преамбула получилось к моему эфиру, на сегодняшний день моя жизнь очень круто изменилась. И сегодня я не могу сказать, что я много имею. Я могу сказать, что с каждым днем я имею все больше и больше, и чувствую себя лучше, и приходит ко мне гораздо больше возможностей. И я перестала видеть даже потолок того, на чем бы это могло закончиться. Я понимаю, что мои возможности на сегодняшний день настолько безграничны, что просто меня это, ну, изнутри в самом хорошем смысле, наверное, окрыляет. Раньше бы сказала разрывает, сегодня скажу окрыляет. И как раз понимание осознанности, то, что мы сейчас будем изживать, и дало мне те крылья, которые сегодня расправляю я. И очень хочу, чтобы вы их тоже расправили, потому что они есть абсолютно у каждого человека. И, пожалуй, главное, с чего я хочу начать, это то, что каждый человек рожден для своего собственного успеха. Никто из нас не рожден для страданий. Это вот факт. Каждый из нас может быть и по своему вот, ну, как бы, не знаю, по призванию, как это правильно сказать, но каждый из нас рожден, чтобы быть богатым и счастливым человеком. Ни на ком крест не стоит. Но у каждого из нас есть самое прикольное. Это наш мозг, наш уровень осознанности, наш уровень понимания того, насколько это от него зависит. И вот есть люди, у которых этот уровень осознанности стерт, то есть человек живет, считая, что все, что с ним происходит, он на это никак не влияет. Я родился в такой семье, в таком городе, я так учился, я попал в такую школу, мне не повезло, меня не берут на работу. Это человек, который вот, как будто бы, знаете, он мячик, которым ракетками все бросают. И вот он такой колобок, помните, катится, катится колобок, рад, прикатился куда-то. То есть колобок не выбирал, куда катиться, он просто куда-то катился, и в результате его съела лиса. Вот и все. Вы должны понимать, что вы не колобок. Вы классная машина. Выберите, какой маркой вы будете, Супер Тесла и еще кем-то. Вы человек, который может управлять собой и в мир послан, как человек, который способен это делать. Но жизнь такую сделала шуточку вселенная. Она дала вам пульт управления от вашей жизни, но она вам об этом не сказала. То есть это, знаете, как вы коробочку купили с чем-то и мучаетесь. Никак не можете прибор запустить. Мучаетесь, мучаетесь, там тыкайте, вы его уже раскрутили, а в соседней коробочке, в отделении лежит пульт, а вы об этом не знаете. И вы уже там изобретаете, как можете. Либо используете одну опцию этого прибора, либо вообще им не пользуетесь, но вы просто не знаете о пульте. И вот осознанность, это и есть наш пульт. Итак, с чего мы начнем? Первое, главное и ключевое. Наши мысли определяют нашу реальность. Все то, что у нас есть сегодня с вами, есть у нас, потому что мы именно об этом и думали. Мы именно и так представляли свою жизнь. Внутренне мы с вами, у нас есть все в мире, это энергия. И наша энергия, это некие колебательные движения. И вот если бы мы с вами сейчас так себя увидели, такой паутинкой, вот от нас отсюда и тхоят отростки, вот какие отростки отходят, какого цвета, такого цвета к нам и притягивается что-то, ну вот чтобы вам было более понятно. Поскольку мы неосознаны, мы с вами притягиваем то, о чем мы думаем. Вот то, что у вас есть, вам кажется, вы думаете, откуда я это взял, откуда оно в моей жизни, я же этого не хотел, но по факту, так оно и есть. Это законно. Если вы немножечко будете изучать квантовую физику, почитаете буквально хотя бы половинку какой-то книжки или посмотрите какую-то лекцию, то вы лучше поймете, как это устроено. Я не физик, и не моя задача вам это объяснять, просто объясняю. И вы, все, что есть сегодня в вашей жизни, ваши все заслуги, проблемы, ваш дом, ваши отношения, ваше состояние, здоровье, и так далее, все, что связано с вашим успехом или неуспехом, это ваша заслуга, то есть ваша реальность, которую вы излучаете на энергетическом уровне. За счет того, что в большинстве времени своем человек находится в неосознанном состоянии и вообще не контролирует, о чем он говорит, о чем он думает, а если бы вы начали это делать и, например, записывали бы свои мысли целый день, или там, я не знаю, каждые 15 минут, у меня есть такое упражнение, иногда практика, каждые 15 минут записывать, что ты делал, о чем ты думал, вы бы заметили, что в большинстве своем ваше время посвящено разговорам о проблемах, о том, когда вы говорите о себе, вы говорите, что-то голова болит, что же это со мной такое происходит, почему-то я сегодня чувствую себя уставшим, почему-то дела не очень, вы обсуждаете новости, вы гораздо большим удовольствием, встречаясь с друзьями, обсуждаете какие-то проблемы на работе, все, что касается низких вибраций. Низкие вибрации – это то, что, вот знаете, говори об этом, не говори, ваша жизнь от этого лучше не станет. И мы очень привыкаем жаловаться, вспомните разговоры, когда мы разговариваем с родителями, как ты себя чувствуешь, мама обязательно скажет, что у нее болит голова, что меняется погода, погода, да, очень классная история. Учитель редко говорит в школе о чем-то хорошем, о вашем ребенке, в основном он говорит о том, что у него не получается, вот это не получается, вот это надо подтянуть, вот это надо сделать. И мы постоянно акцентируемся в жизни, как часто вы благодарите, просыпаетесь утром и говорите, например, как здорово, что я проснулся в своей кровати, как круто, что у меня есть квартира, или у меня есть деньги на то, чтобы ее снять, как прекрасно, что у меня сегодня есть одежда, как часто вы обращаете внимание на классное, на то, что вы вкусно кушаете, на то, что вы сегодня сели в машину, или к вам подъехала маршрутка, как часто вы обращаете внимание на это? Нет, вы все время видите, что вам не хватает места, что это не та маршрутка, что там не так пахнут люди, что люди не о том говорят, что метро пришло не вовремя, что вы сегодня не выспались, и так далее. То есть наш разговор и наши мысли в большинстве своем наполняют все то, что нас не устраивает. И обсуждая свою жизнь, мы говорим о том, что не устраивает. Мы редко говорим своему партнеру, как мне с тобой повезло, какой ты прекрасный, как я люблю тебя обнимать, как от тебя прекрасно пахнет, как я люблю быть в твоих объятиях, как хорошо, что ты у меня есть, как я люблю просто дышать тобой, спасибо, что ты рядом у меня есть. Нет. Мы чаще высказываем ему претензии. Ты приносишь мало денег, ты недостаточно хорошо работаешь, ты не готовишь мне завтрак, ты мало уделяешь мне внимания, и так далее. Ты мне не покупаешь, вот все время не. Что происходит с детьми? Такая же история. Ты сегодня не заправил свою постель, ты сегодня, не знаю, там, не почистил зубы, ты сегодня плохо себя вел, поэтому я не съел мороженого, и так далее, и так далее. Что происходит? Вопрос не в том, что мы говорим. Вопрос в том, что каждое наше слово и наша мысль имеет энергетический окрас. И мы сами того не подразумевая, находясь в неосознанном состоянии, не понимая, вот не осознавая, как это работает, мы притягиваем все больше и больше вот этого «не», всего того, что нам не нравится. Когда мы говорим о здоровье своем, мы что часто говорим? Я заболел, я плохо себя чувствую, что я очень редко, кто из людей не в теме, говорит на вопрос, как ты себя чувствуешь, находясь в больном состоянии, я выздоравливаю. Вы даже другому человеку часто говорите, ну не болей. А мозг-то очень, знаете, как с частичкой «не» дружит. У него с частичкой «не» свои взаимоотношения, не по больному, конечно, знаете, когда вообще слово «не» нельзя, как у нас последнее нельзя, крайний, крайний. Что за болезнь? Но, когда вы говорите, подумайте об этом, что когда вы говорите человеку «не болей», он все равно в голове слышит «болей». Все, что вы можете заменить на противоположные по значению слова, антонимы в школе называлось, выздоравливай, не хлопай дверью, а закрывай, пожалуйста, дверь потише. Не говорите своему мужу «не надевай эту ужасную желтую футболку, она меня бесит», а сказать «надень, пожалуйста, эту красивую белую футболку, тебе она так идет». Ты что, опять наперла на себя это отвратительное платье? Приди и подари другое платье, и скажи «я хочу подарить тебе это платье, потому что оно подходит тебе гораздо больше». Вот эта подача вызывает у нас определенную энергетическую паутинку, и эта энергетическая паутинка дальше начинает с нами жить, потому что когда нам что-то не нравится, когда это связано с низкими вибрациями, мы раздражаемся, мы начинаем беситься, и это вызывает у нас опять-таки негатив. И вот в большинстве своем, не осознавая то, что рано утром, сказав своему любимому человеку, не подойдя к нему там и сказав ему «любимое, я желаю тебе прекрасного дня», а крикнув ему «не забудь купить молоко» или «бля, да свали уже наконец-то, я хотя бы нормально волосы высушу», мы сами создаем совершенно другую картину, которая такой клочок вибраций, которая затем определяет наш день. Ведь находясь в классном состоянии, когда нам сделали комплимент, мы расцветаем, мы притягиваем еще больше хороших ситуаций на энергетическом уровне. Человек постоянно, круглосуточно плетет энергетическую паутину с помощью своих мыслей. И если бы мы с вами это видели, например, то мы бы видели определенный цвет этой паутины. Так вот, осознанность помогает вам помнить о том, что сейчас, отреагировав на какую-то ситуацию, я делаю выбор, что дальше будет в этот день. Если сейчас на ситуацию, когда идет по улице человек и вдруг говорит тебе «Вот ты в стыдоба наперла на себя юбку», вы можете улыбнуться и посмеяться с этого, подумал «Боже, как же плохо человеку, что ему сейчас такое говорят». А можете повернуться и сказать ему «Да козел, закрой рот». И это определит то, что будет происходить с вами дальше. Ваш цвет моментально изменится. И осознанность дает понимать вам, какая реакция произойдет дальше. Я вчера рассказывала о том, что я... Простите, я разденусь. Жарко очень. Я вчера рассказывала о том, что я своим детям, своих детей учу по принципу того, чтобы они брали ответственность за свои действия. Но главное наше правило гласит «Можно все». То есть, если ты хочешь, например, сказать своей подруге, что она дура, я разрешаю это сделать. То есть, я не скажу ей, зачем ты это сделала. Я... Ну, не то, что зачем там. Я не накажу ее за это. Но я ей объясняю, что перед тем, как сказать эти слова своей подруге, хорошенько подумай. Первое. Действительно ли она дура? Или это твоя личная реакция? Второе. Если ты ей скажешь, что она дура, то, скорее всего, она на тебя обидится и перестанет с тобой дружить. Готова ли ты потерять свою подругу? Потому что сейчас тебе захотелось это сказать. Третье. Что тебе даст? То, что ты скажешь ей дура. Тебе от этого станет легче. Почему ты ей хочешь этого сказать? Может, ты ей просто завидуешь какой-то ситуации и лучше подумать над тем, как поработать над собой. Но ты можешь ей это сказать. Просто перед тем, как это сделать, подумай о последствиях и об ответственности, которую ты готова за это понести. Вроде ссоры с этой подругой, расставания или какого-то плохого ощущения. Вот это главное, чему я учу своих детей и, собственно, себя в том числе. Потому что, если говорить, например, о моей идеальности, то нет. Я очень эмоциональна, и все люди, кто близко со мной плюс-минус знаком, знают, что я очень горяченькая штучка. И я каждый раз работаю с самой собой, понимая, готова ли я в данной ситуации, проявив свою эмоцию, закрыть двери навсегда. Если я понимаю, что я готова, то ок. Мало того, я вам скажу, что я это даже сейчас стала использовать. Потому что есть некоторые ситуации, которые в нормальном, вот в трезвой какой-то вот истории не позволяют мне себя так повести. Сказать человеку правду или заговорить на какую-то тему, которая меня волнует. В нормальном состоянии я не хочу этого делать. Но когда я чувствую, что появляется вот эта эмоция, я иду и делаю это, потому что я понимаю, что, блин, я готова к тому, что закроется дверь, но мне очень важно прояснить эту ситуацию. И в большинстве случаев это работает мне во благо, потому что человек говорит, да, я все понял, теперь так не будет, ок, мы договорились, я вас услышал. Либо происходит расставание, на которое я, находясь в трезвом состоянии ума, не готова, только для этого мне не нужно пить алкоголь. Вот это есть момент осознанности. Значит, что вы должны понимать следующее, вы уже поняли, что все, что касается негативных ваших историй по поводу, я заболеваю, я плохо себя чувствую, нет, я очень хорошенько контролирую и заменяю все, что только возможно. Мало того, в тот момент, когда мне очень хочется пожаловаться на жизнь, и когда мои друзья звонят и задают мне вопрос, как дела, а тебе хочется сказать, да пиздец, блядь, просто, просто все надо мной издеваются, ты говоришь, с каждым днем все лучше и лучше. И пытаешься вспомнить, что же сегодня было хорошего. Твоя задача научиться переключать свой мозг. Вы должны помнить о том, что осознанность это понимание, каким последствиям это приведет. Мы должны понимать, что мы живые люди, мы, да, мы можем как-то реагировать, нас может разрывать, мы должны кому-то что-то высказывать, но мы должны управлять этим моментом. Я должна знать, что если я сейчас хочу поговорить, значит, я сейчас пойду и поговорю, но я не буду превращать вот эту историю в свою жизнь, я не буду захлестываться негативом и в результате привлекать негатив из всех возможных доступных мне точек. Я хорошо понимаю, что и когда я делаю. И вариант осознанности, я понимаю, что если я сейчас начну подружке рассказывать, как мне сейчас херово, плохо, как я поссорилась с мужем, с любовником, с собакой, с котом, какие у меня, я просто это усугублю, поэтому я говорю, у меня все прекрасно. Что я в этот момент делаю? Я как будто бы перекрываю кран. Во-первых, я себе напоминаю о том, что у меня действительно все прекрасно. У меня есть руки, у меня еще есть муж, дети, квартира, меня любят. У меня действительно все прекрасно. Просто меня нахлыснула какая-то эмоция. Дальше, когда мы начинаем говорить о хорошем, удивительным образом эта энергия как будто бы начинает менять у нас цвет. И вдруг тот муж, с которым вы поругались, говорит, дорогая, давай перестанем, пойдем в ресторан. Те дети, которые только что раздражали, пришли и сказали, мамочка, мы все поубирали, мы все поняли, ты у нас такая хорошая. И непонятным образом, пока вы находились в хорошей волне, все хорошее произошло. Почему, например, мы делаем на рерайтере жизни медитации, учимся включаться в медитацию, потому что медитация это самый быстрый способ для расслабления, а тело наше получает вообще весь наш стресс, точнее не так, все наши проблемы из-за стресса, который мы переживаем. И для того, чтобы избавиться от стресса, самый быстрый способ это медитация, когда ваше тело полностью расслаблено и оно все полностью отпускает. Я уже сейчас так говорю, как медитация и сразу сама начинаю падать в нее. Поэтому наша задача переключиться. И если это не разговор с вашей подругой, которая вам позвонила, то это возможность закрыться, включить приятную музыку, взять мою любую медитацию и просто полчаса позволить себе погрузиться. Вы увидите, что вы проснетесь совершенно, ну, условно, проснетесь с другими людьми. Значит, помните о том, что в жизни нужно всегда говорить о том, что вы хотите, чтобы больше приходило в вашу жизнь. Это касается всего. Когда вы начинаете разговаривать о проблемах, помните о том, что в этот момент проблем становится больше. Когда вы говорите о своих долгах, помните, что в этот момент они растут. Когда вы рассказываете красноречиво о том, как вы болеете, помните, что ваша болезнь увеличивается. У меня вчера была волшебная кисточка, сегодня ее уже нету. А, нет, есть. Есть моя волшебная кисточка. Я говорила о том, что это как будто бы фонарик. Вы как будто бы нажимаете на кнопку и в этот момент, когда вы о чем-то говорите, это начинает разрастаться вокруг вас. Поэтому помните о том, что это зависит от вас. Чем больше вы говорите о хорошем, сочиняете, фантазируете, представляете то, что в детстве нас называл выдумщик-фантазер. Так вот, выдумщики и фантазеры, это самые счастливые люди, потому что их реальность вот таким образом вдруг и создается. Это то, что вы должны для себя запомнить. Помните о том, что очень важно перестать говорить о том, чего вы не хотите в жизни и больше говорить о том, чего вы хотите. Больше говорить об этом. Перестаньте говорить о своем теле, какое оно толстое, некрасивое, отвратительное, какое оно, как вам не нравится, как вы не можете смотреть на эти ляжки, как сколько можно быть такой жирной, перестаньте акцентировать внимание на свои прыщи или еще на что-то, глядя на себя в зеркале, говорить, Господи, ну надо же было быть такой уродиной. Нет. Начните себя хвалить. Я за последнее время очень много стала заниматься и практиковать истории над своей внешностью именно аффирмацией, то есть над тем, что я молодею, стройнею, над тем, что у меня чистая кожа и так далее, и так далее, и так далее. И когда много людей сейчас стало мне говорить, ну нет, я не буду так говорить, как раньше, я скажу, они правду говорят, стало делать комплименты моему внешнему виду, я понимаю, что это неспроста, и я сама стала замечать такие изменения даже по фотографиям, даже полгода, стала видеть эти изменения, потому что я понимаю, что я над этим работаю, я все время работаю над тем, чтобы я понимаю, что наша внешность, она как бы определяет то, что находится у нас внутри, и когда вы внутри начинаете светлеть, когда вы начинаете работать над этим, ваша внешность тоже меняется, это нужно понимать, что скоро морщины перестанут существовать, вот, это действительно правда, поэтому прекращайте, пожалуйста, жаловаться, значит, какой важный момент мы должны знать, мы должны, что такое осознанность, осознанность это то, когда мы начинаем распознавать, где мы негативим, то есть, когда мы начинаем понимать, что происходит в нашей жизни, и первый момент, это вот точка стопа, когда я начала что-то говорить, и вдруг раньше я это говорила, об этом даже не задумывалась, а сейчас я такая, опа, что я говорю, значит, первый момент, который мы должны научиться делать, это отлавливать свои негативные мысли, прислушиваться к себе, с сегодняшнего дня я хочу, чтобы вы начали это делать, прислушиваться к тому, что вы говорите, и слушать, что говорят другие, вы будете очень удивлены, когда увидите, о чем говорят люди вокруг вас, я не хочу, чтобы вы выступали в роли тех, кто говорил, перестань об этом говорить, ты ужасно говоришь, научитесь, прежде всего, работать с собой, мы всегда очень сильно любим менять всех вокруг себя, но я уже говорила о том, что все изменения начинаются изнутри вас, что мы с вами и являемся фонариком, что многие, те люди, которые нас окружают, они нас окружают не просто так, они нам удобны, они нас отображают, нам с ними каким-то образом хорошо, и когда вы начнете меняться сами, то первое, кто-то из этих людей начнет меняться вместе с вами, а кто-то просто отойдет и притянутся новые, вы к этому должны быть обязательно готовы, и главное правило, которое работает всегда, это перестаньте пытаться менять других людей, потому что вы столкнетесь с агрессией, вы столкнетесь с тем, что люди будут что-то как-то неадекватно себя с вами вести, вы должны понимать, что мы не можем менять других людей без их собственного желания, то есть человек может измениться сам, когда вы готовы измениться, к вам начинает поступать информация, вы ее притягиваете, то есть у вас есть, есть у меня на эту тему видео, у вас есть ретикулярно-активирующая система, вот здесь в головном мозге, такой узелочек, которая отлавливает ту информацию, которая на сегодняшний день является для вас главной, базируется на ваших убеждениях, ну немножко другая тема, но сам факт того, что вспомните ситуации, когда вы начинаете вдруг на что-то обращать внимание, на красные машины, там, которую вы захотели, на беременных женщин, потому что вы беременна, там, я не знаю, на зимнее пальто, потому что вы его ищете, то есть вы раньше не замечали, а тут вы вдруг стали видеть те вещи, которые сегодня вам интересны, то же самое происходит и с этой информацией, она притягивается к нам, когда мы к ней готовы, а теперь представьте себе, что человек к ней не готов, ему это не надо, и вы его начинаете пилить, ничего кроме раздражения у него это не вызовет, поэтому не пытайтесь, пожалуйста, быть вот этим человеком, поймите, что когда другой будет готов, он непременно начнет меняться, и вы будете первые, к кому он обратится, либо это не его путь, не его история, и не его жизнь, отпустите его, отпустите и не тяните за собой, потому что это спровоцирует только конфликтные ситуации, поэтому что вы должны знать, значит, когда у вас в голове появляется какая-то негативная мысль, я даю вам очень простую технику, есть несколько техник по работе с негативом, эта техника, мы ее не рассматриваем на рерайтере жизни и в клубе, но она очень простая, я ее применяю ежедневно, когда вы что-то подумали о себе нехорошее, ну, там, например, сказали, вот я дура, ну, бывает у нас такое часто, да, или когда вы говорите, блин, что-то у меня ничего не получается, или какая-то я сегодня, блин, невезучая, ваша задача очень быстро, то есть вы себя ловите на этой мысли, первое, и второе, вы проговариваете фразу, стерто-стерто, таким образом, вы очень быстро отменяете в своей голове эту программу, то есть вы из подсознательного, когда мы проговариваем, я дура, я устала, мы это говорим на автомате, это наше подсознание, это уже вбито у нас в голову, я уже говорила вам о том, что, боже, я так люблю прыгать по темам, давайте, я что-то все-таки договорю, значит, вы говорите, стерто-стерто, когда мы говорим стерто-стерто, мы эту фразу себе перемещаем в сознание, то есть мы перемещаем это в сознание, и сознательно, осознанно уже, понимаем, что я только что сказала, помните фразу, ничего себе, я о ней говорю вам постоянно, тысячу раз в день каждый говорит, ничего себе, стерто-стерто, все себе, все себе, слушайте, что вы говорите, итак, первое, вы проговорили какую-то странную штуку, второе, вы ее словили, и сказали стерто-стерто, теперь наша задача, пункт 3, на это место посадить другую мысль, помните о том, что у нас есть грядка, на ней растет луковичка, но есть такой закон грядки, что если ты оттуда луковичку выдернул, и ничего туда взамен не посадил, туда что-то придет, что придет, как повезет, и вот наша грядка, мысленная, она по сути формируется в жизни неосознанно, нам с детства не закладывают никаких правильных программ, никто этим вообще не обеспокоен, как получилось, так получилось, у нас есть обязательная программа, школа тебя там чему-то научат, у нас там есть двор, который тебя научит, бабушка передаст тебе свое, значит, знание, старшие, я взрослый, я больше знаю, слушай, что тебе говорят старший, вот и все, и вот так засаживается наша чудесная грядка, с которой мы с вами вступаем во взрослую жизнь, и потом пытаемся разобраться, какого черта с нами происходит, поэтому вы должны осознать, что мы эту грядку должны в процессе менять, то есть для этого нам нужно понять, что в этой грядке растет, чтобы это понять, у нас луковички, как в компьютерной игре, поднимаются, вот она поднялась, и вы сказали, у меня никогда ничего не получается, или мне никогда не везет, вы в ее дырка, вы в дырку, мне всегда везет, очень важно поставить противоположность, что-то другое, что-то то, что вам будет нравиться, не я страшненькая, а я обаятельная и привлекательная, кстати, потрясающий фильм, с потрясающей историей, это действительно крутейшая аффирмация, которую она себе проговаривала, и как мы все с вами помним, хорошела на глазах, поэтому это очень важный момент, словили себя на негативе, отменили его, стерто-стерто, и поставили на место, я прекрасно себя чувствую, я заболел, блин, нет, стерто-стерто, я прекрасно себя чувствую, я рассказывала о том, что есть, значит, давайте вернемся к аффирмациям, что такое аффирмация, аффирмация, это в принципе любая фраза, которую очень часто повторяют, то есть аффирмация, это не я успешен и красив, а это любая фраза становится аффирмацией, часто употребляемое выражение, например, ты дебил, у которого ничего никогда не получится, чудесное напутствие жены любимому мужу ранним утром, является аффирмацией, потому что если вы ему повторили это сто раз, то он уже абсолютно убежден, что он дебил, у которого ничего не получится, ну, просто вот, а если вы ребенку такое каждое утро говорите, провожая его в школу, то тут вообще без вариантов, итак, когда вы что-то постоянно повторяете, это превращается в аффирмацию, аффирмация это то, что, ну, знаете, как сначала вот такая одна волосинка, одна волосинка, а потом раз, и аффирмация превратилась в щеточку, вот, вы ее столько раз повторили, сколько тут щетина, когда аффирмация становится щеточкой, ей тяжело жить, уже, она уже тяжеленькая, и она проваливается к нам в подсознание, а в подсознании, вот эта щеточка, она становится уже нашим таким, знаете, вот что говорят, что ночью спроси, да, дважды два, четыре, вы не думаете там, не считайте, четыре, вот, убеждение это то, в чем мы уже абсолютно уверены, как люди уверены, что, например, много денег там не заработаешь, или там, что сейчас коронавирус, все умрут, и так далее, у каждого есть ряд убеждений, что там, без денег бизнес не откроешь, ну, неважно, миллион всяких, помните, как в советские времена было, что только через постель там можно чего-то добиться, очень классное убеждение, не сработало ни у кого, вот из моих знакомых, все пытались, никого даже в постель не взяли, отвратительно, и так, убеждение это то, что вот сюда западает, и вот, когда это запало в убеждение, тогда нам очень сложно это становится отлавливать, потому что это уже как будто бы часть нас, это уже как будто бы понимание того, что это правая рука, это левая рука, мы же в этом не сомневаемся, мы не сомневаемся, что мы девочка или мальчик, что у нас есть грудь, это волосы, это нос, уже не сомневаемся, вот и убеждение, когда вы много раз это повторили, оно проваливается к вам в голову, в чем есть фишка, фишка есть в том, что наш мозг, даже не понимая в сути происходящего, что именно мы говорим, он реагирует на любую фразу каким-то излучением, какого-то нашего личного ощущения, что за этой фразой для нас стоит. И вот если вы, например, находитесь в каком-то уставшем абсолютно состоянии, там такой разобранный идете, и вы говорите, как я устал, как я устал, вы и так устали, и вы ищу себя, как я устал, попробуйте сделать такое упражнение. Возьмите и скажите себе, стерто-стерто, я чувствую себя бодрым, я бодрый и заряженный, а дальше вы запускаете таймер на часах, 5 минут, и повторяете эту фразу, идете домой и повторяете, я бодрый и заряженный, 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 и посмотрите, что случится через 5 минут. Ваша аффирмация вот такого уровня, а это уровень достаточно простой, это не аффирмация «я миллионер», она сработает очень быстро. Вы увидите, что когда вы придете, вы будете значительно бодрее, нежели, чем вы были до этого. Но если вы еще включите вибрацию, когда вы поверите в то, что вы бодрый и заряженный, и будете это говорить и проговаривать, и идти шагать ногами так, как будто бы вы бодрый и заряженный, вы себя не узнаете. Ваше тело включится. Ваше тело включится моментально. Почему мы можем за пару минут выключить свое тело, гоняя его в истерику, так сильно расстроиться, что, как мама говорила по утрам, у меня уже нету сил жить, я уже ничего не хочу, день только начался, а ты меня так расстроила, что я сейчас вот вообще умру. Точно так же вы можете сработать в обратку. Попробуйте, и вы увидите, как круто это работает. Значит, сейчас выпью водичку. Наша задача с вами... Машина едет на меня, страшно. Наша с вами задача, войдя в состояние осознанности, понимать, что то, что мы с вами говорим, то мы и проецируем. То, что мы с вами думаем и ощущаем, то мы опять-таки и проецируем в своей жизни. Что следует из этого? Следует из этого то, что нам нужно почаще думать о том, чего мы хотим. Это очень важный фактор. Чем мы занимаемся на рерайтере жизни, например? Почему мы пишем книгу жизни? Кто не в курсе, мы пишем там книгу желаемой жизни. Мы описываем свою жизнь по главам, в деталях, разбирая каждый аспект своей жизни, как бы я хотел жить. Почему мы это делаем? Есть два секрета. Первое. Первое, это вообще важно понимать, чего ты хочешь. Вообще однажды посмотреть. Это как, знаете, всю жизнь носить какую-то спортивную одежду и никогда не заходить в магазин с красивыми платьями. То есть хочется хотя бы зайти и посмотреть, померить, а что мне идет, а как это может быть. Это первое. Второй момент. Помните, находясь в состоянии, что с нами происходит? Обычно человек находится в состоянии истерика. Ага! Когда ты ему говоришь, давай поработаем над твоей жизнью, он говорит, потом. Сейчас у меня такой трэш в жизни, я сейчас не могу. И естественно, его трэш, как вы помните, на волшебную кисточку растет. Он нажимает на кнопочку, и трэш растет. Но что происходит, почему хорошо, когда мы начинаем писать эту книгу? Потому что когда человек начинает писать эту книгу, он автоматически, как будто бы в школе, переключает свое внимание. То есть я заставляю человека с помощью упражнений, медитации и марафона переключить свое внимание. Вот тут ты сидишь, у тебя тут троллейбус, долги, и все плохо. И ты думаешь только об этом. А когда ты начинаешь писать свою другую жизнь, ты начинаешь думать об этой жизни, в медитации, еще где-то. И твой мозг начинает переключаться. Когда он переключается, что происходит? Вернулся эфир, спасибо. Мозгу начинает нравиться. Когда ему начинает нравиться, что происходит? Меняется энергия. Когда меняется энергия, что происходит? Эфир у меня прерывает. Сейчас, ребят, секунду, я вас... Все, все хорошо. Значит, когда... Если вы меня видите, напишите, пожалуйста. Я надеюсь, что все хорошо. Когда вы начинаете думать о хорошем в момент медитации и написания, в вашей жизни сразу же начинают притягиваться маленькие приятности. А когда мы видим с вами маленькие приятности, мы с вами понимаем, что это работает. Мы должны помнить о том, что большой успех – это просто огромная кучка маленького успеха. Это много маленьких успехов. Вот большой успех, да, это как большой человек, это много съеденных тортиков. Или всякой плохой еды. То же самое и здесь. И когда человек начинает писать эту книгу, когда он начинает представлять, что он может жить иначе, а в процессе мы очень много разбираем научно доказанных фактов, почему и как это работает, тогда хорошего начинает становиться побольше. А когда хорошего начинает становиться побольше, и ты думаешь чаще о хорошем, и начинаешь контролировать осознанно свои негативные мысли, что происходит? Начинает хорошего становиться больше, чем плохого. И таким образом, как я говорю, ты пересаживаешься в другой вагончик. Ты переходишь на другую линию жизни. Ты понимаешь, что, ёпси, так, а чё же я сижу в этом вагоне? Я пойду в другой. Это, собственно, то, что происходит с участниками рерайтера жизни, которые потом идут в клуб и идут дальше. Потому что они видят эти изменения. Это же не история. Вот знаете, плюс работы над собой в том, что это не теория. Это не история о том, что это когда-то случится. Мы быстро начинаем в своей жизни и в своей голове, и в своих ощущениях видеть эти изменения. Они происходят с нами. Это не история о фантоме, знаете, что когда-то, где-то нет. Мы начинаем видеть, чувствовать, ощущать эти изменения достаточно быстро и сразу. Значит, вчера я дала фразу, сегодня тоже хочу, чтобы вы её записали. Запишите, пожалуйста. Фразы, которые вы должны проговаривать, я вам рекомендую это делать. Это та фраза, которую вы должны проговаривать себе каждый день по пять минут. Если вы не участник марафона «Рерайтер жизни», делайте это обязательно. Если вы участник, вы можете уже заниматься другими практиками, но это очень классная штука. Настройка своего мозга. Помните о том, что как утром мы с вами причесываемся, я надеюсь, моем волосы, делаем макияж, внешне приводим себя в порядок, точно так же нам нужно осознанно приводить в порядок свои мысли, понимать, какой-то я раздражённый, почему я раздражённый, что сегодня заставило меня быть раздражённым, какая ситуация меня раздражает. Ага, это я на это так реагирую. Так, я взрослый человек, я не ребёнок, я могу влиять на эту ситуацию. Как я могу эту ситуацию исправить? Что мне нужно сделать для того, чтобы я себя почувствовал хорошо? Если мне не нравится, что тут мной управляют, или что меня это угнетает, или что меня поставили в какую-то ситуацию, значит, я должен это решить. Потому что если я буду продолжать жить в состоянии дискомфорта сегодня, то я притяну в свою жизнь ещё больше дискомфорта. И именно так и строится наша жизнь. Когда мы неосознанно, находясь, ой, меня всё раздражает, да это все люди, и мы как будто бы, знаете, такие одежды, которые притягивают, или колючки, помните, было в детстве, у меня было такое, на волосы колючки, и потом такое кублище из колючек. Вот мы делаем то же самое своими эмоциями. Осознанность – это способность сказать «стоп». Осознанность – это способность понять, что я сейчас делаю, зачем я это делаю, почему я это делаю. Я хочу это исправить, я это исправляю прямо сейчас. И когда вы проводите такой анализ, вы себе говорите «нет, так не будет». Вы принимаете какое-то решение, которое вам необходимо, и вы чувствуете себя хорошо, прекрасно, замечательно. Да, это работа над собой, да, здесь есть чему поучиться, да, в идеале это практиковать, находиться под присмотром, но даже без всего этого вы в состоянии это делать. Вы же в состоянии себя загнать в какое-то депрессивное состояние. Вы можете это делать легко, вы можете себя расстроить, вы можете себя вывести из себя, вы можете сделать себя бедным, больным, инвалидом, кем угодно. Так почему вы считаете, что вы не можете сделать себя другим? Легко. Вы делаете себя тем, о ком вот вы думаете, на чем вы сосредотачиваетесь. Вот и все. Вы просто решили, что вам проще быть таким, убрать в себя ответственность, сказать, что виноваты они, и все. Вот, собственно, и вся разница. А по факту, в самой вселенной вашей, ей вообще пофиг, что с вами происходит. Она дает вам то, что вы хотите. Тут нету того, что это сложнее, а это легче. Нет, она просто дала вам мозг, надеясь на то, что вы научитесь им управлять. Но, как бы вы не очень хотели. Вот, в общем-то, и вся фишка в этой истории. Поэтому осознайте, что осознанность, это когда я понимаю, что со мной происходит. Я беру ответственность за то, что со мной происходит. И самое главное, я отлично знаю, что то, о чем я думаю, то, какие эмоции я позволяю впускать, именно этого становится в моей жизни больше. Есть, конечно же, вопрос, а что же, если мне так плохо, мне что, говорить, что мне хорошо? Именно. А если я болею, мне что, говорить, что я выздоравливаю, прекрасно себя чувствую? Точно. А что, говорить, если у меня куча долгов? Я получаю такую-то сумму денег. Не я закрываю долг, а я получаю такую-то сумму денег. Очень и очень правильно. Вы можете повторять это в голос, в уме, как хотите. Это не имеет значения. Это должно стать частью вас. Эта энергия должна быть от вас. Вы должны перестать думать о других людях. Что они о вас подумают? Да насрать вообще. Мне, что там, кто обо мне подумает? Сейчас кто-то смотрит и думает, вот шизофреничка какая-то. Вот сидит, значит, мужик ей там машину купил. Все, она тут сидит, что-то пиздит. Да мне насрать. Вообще, кто что-то думает? Я вас умоляю. Я прекрасно знаю, кто я есть. И этого мне достаточно. Я работаю над собой каждый день. Это моя работа. И именно поэтому я себя ценю, люблю, уважаю. И я вижу свои результаты. Вы выбираете для себя сами. Кто-то выбирает из ваших знакомых позицию того, чтобы обвинять, объяснять, почему нет, ссориться, говорить, что это все неправда. Да на здоровье. Да на здоровье. Будьте счастливы. Самое глупое, что вы можете делать, это спорить с этим человеком. Станьте примером. Я всегда об этом говорю. Помните, что ваш успех поможет многим. Ваши неудачи не помогут никому. Станьте примером. Докажите это на деле, а не на словах. Не нужно с людьми сражаться. Поверьте, когда вы начнете процветать, когда вы начнете меняться, люди вам поверят. Захотят ли они за вами идти, это их личное дело. Оставьте их в покое. Как и своих родителей, как и своих... Оставьте всех в покое. Сосредоточьтесь на себе. Это ваша одна уникальная, прекрасная, замечательная, легендарная жизнь. Так работайте над ней. Не сидите и не нойте. Полно информации, полно энергии, полно всего. Что вы делаете, на что вы тратите свое время? Задайте себе этот вопрос. Осознанность это про это, про понимание происходящего, про то, когда я знаю, что моя жизнь такая, потому что я сделала такой выбор, потому что сегодня я веду себя так. В моменты, когда у меня бывают какие-то ситуации сос, внутренние, я задаю себе вопрос, что происходит, почему ты так на это реагируешь? Иногда я себе говорю, мне нужно так на это отреагировать, я хочу сейчас побыть в этом состоянии девочки. Я, например, понимаю, что у меня есть такая штука состояние девочки, когда у меня состояние такое же, как было в 15, и я понимаю, что мне просто этого не хватает, я хочу немножко, часик побыть в этом состоянии, потому что для меня это как будто бы омоложение, как будто бы возвращение к тому, что мне не 30+, а к тому, что мне 15, я хочу побыть сейчас такой, окей, но это осознанное разрешение, а не просто поведение взрослой женщины, как какой-то дуры, которую несет вообще, которая разрывает все вокруг, зачем? Я прекрасно знаю, в каком состоянии я нахожусь, почему я это делаю, что я себе разрешаю, и это не рамки, это осознанность, это осознанное просто состояние, да, я знаю, что это так, окей, хорошо, я знаю, когда меня отпустят, я все это прекрасно знаю, я этим наслаждаюсь, даже в тот момент, когда понимаю, что я на грани, я люблю быть на грани, это тоже осознанность, я знаю, кто я, я знаю, что мне нравится, я знаю, насколько важны для меня высокие какие-то острые ощущения, я знаю, как мне важно иногда спровоцировать какой-то скандал, я осознанно это делаю, я понимаю, я не веду себя как дура истеричка, которая вообще потом все разрушила, нет, я четко знаю, ты как экстремал, знаете, два человека едут на автомобилях, один водитель экстремал, который прекрасно владеет автомобилем, а второй придурок, у которого просто он нажал на газ, он никогда не водил машину, он не знает где тормоз, со стороны вид одинаковый, но последствия и окончания разные, вот что вы должны помнить, итак, у нас есть с вами 5 минут, если есть вопросы, так, я посмотрю, так, вопросов вроде бы нет, вижу, что какие-то надписи, видела, что есть вопрос по поводу, по поводу рерайтера, значит, у нас стартовал в рерайтер жизни поток сентябрьский, он уже идет, сегодня у нас окончание пробной версии, она уже не продается, что у меня тут булькает, у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, в начале следующей недели стартуют продажи октябрьского потока со скидкой минус 50%, это будет недолго, и затем стоимость октябрьского потока начнет, как обычно, расти, поэтому я, конечно же, вас приглашаю на этот, мне уже даже его марафоном неприлично называть, но давайте марафон на рерайтер жизни, мега классно, круто, интересно, история про то, чтобы разобраться с собой, разобраться со своими желаниями, разобраться с пониманием того, как устроен этот наш мир, это очень интересно, моя задача очень простая, я считаю свою роль в жизни, я просто проводник, человек, который обладает двумя штуками, первое, я умею объяснять сложные вещи на простом языке, и второе, я обладаю непонятной для себя энергией, которая проникает и помогает другим людям двигаться, я за это крайне благодарна тому, кто этой энергией меня наделил, и считаю просто, что я обязана ее отдавать, поэтому я, в общем-то, это и делаю, это такое мое осознанное понимание, я долго думала над этим, не понимала, куда эту энергию вштырить, потому что ее действительно очень много, но я счастлива, что я это нашла, поэтому если вы хотите со всем этим разобраться, научиться, посмотреть, приходите, это правда очень круто, изучение себя, я счастлива, что я нашла эту тему в жизни и для себя, и для того, чтобы нести ее в люди, потому что она бесконечна, и я постоянно добавляю новые материалы, я постоянно добавляю новые видео, я постоянно добавляю, я постоянно нахожусь в состоянии обновления, и марафон рерайтер жизни, это очень живая инстанция, где я живу, где я нахожусь, где я на все отвечаю, где я за каждого болею, поддерживаю, переживаю, болею, наверное, нехорошее слово, за каждого выздоравливаю, это, наверное, более уместно, поэтому я, безусловно, буду вас ждать. Спасибо всем огромное, что вы пришли на этот эфир, я страшно надеюсь, что мы его сейчас сохраним, мы уже его там параллельно должны записать через какого-то бота, в общем, я думаю, что сейчас все обязательно непременно получится, и, кстати, мне кажется, что сегодняшний эфир лучше, чем вчерашний, ну, мне очень хотелось, чтобы так было. Так, бывает муж делает что-то приятное, и тут я думаю, что мне с ним повезло, и через время что-то вычудет и раздражает сильно. Я не могу сейчас вам ответить на этот вопрос вот прям вот так, вот я не знаю вашу жизнь, вот, да, в каких-то подробностях. История про рерайтер жизни – это не про то, что я дам ответы вам на все вопросы, я научу вас их самостоятельно находить, потому что я считаю, что, знаете, бабка-гадалка, которая принимает решения за вас, это, конечно, интересно, но не в этом случае. Моя задача – помочь вам раскрыть вашу осознанность, и моя задача – сделать так, чтобы вы научились слушать себя. Внутри каждого из нас есть ответы на все вопросы. И когда мы мощно подключаемся и соединяемся со своим подсознанием и со всей энергетической паутиной, в которой мы находимся, поверьте, мы начинаем это слышать. Я точно вам это говорю. Я не волшебник, я только учусь, я не святой человек, я не претендую на какие-то супер-пупер вещи, я делаю то, что я делаю, у меня получается так, как у меня получается, и я очень счастлива, что это помогает другим людям. Вот, собственно, и все. Обнимашечки всем! Люблю, целую, пух! Жду вас на рерайтере жизни уже на Октябрьском. Все, всем пока!